Как успеть быть мамой? Как успеть быть женой? Как успеть быть лидером? Как вообще успеть в этой жизни? И об этом с нами сейчас поговорит замечательный человек, которого я знаю уже много-много лет, которую мы нашли под мостом. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Всем добрый день! О себе я буду рассказывать в какой-то возле, а может быть в конце. Потому что очень хочется вам раскрыть тему, кому не хватает времени. Кто себя иногда чувствует немножко некомфортно и сильно себя ругает за то, что не спевает главное. Да, то есть все бывают в такой ситуации. Мне, наверное, чуть легче было научиться таймингу, потому что я учитель. Потому что расписано все по часам и потому что вот эти 45, 45, 45, куда надо уложиться. То есть вот было, может быть, что-то уже из практики заложено. Но я очень благодарна и наслежно запомнила эту фразу, когда в Replay уже свой бизнес, когда совершенно по-другому, ты время планируешь сам. Тебе по 45 минут никто не распишет. Тебе никто не скажет, что важнее, что вовне. И даже если ты на тренингах, на занятиях все это слушаешь, разбирается все равно самому. Так? Да. Я, знаете, как всегда говорю новичкам? Я с тобой спать не буду. Кстати, да, очень хотелось в Нобеле жить с Римой Тимошенко. Ушла. Очень хотелось жить с Натачей Скирдовой. Ушли вдвоем. В смысле, меня не поселили ни с кем. И когда мы где-то пересеклись, я говорю, ну блин, вот я с таким человеком буду жить, что вы мне сейчас все позавидите. Все, я тебе не спала, как я. Значит, ты что-то я. Вот. Мне очень сразу подружились чертики. Слушай, Марина, где ты? Вообще там черты конкретные. Там опыт, опыт. Там все классно. Вот. Вот. Очень интересные люди у нас. Так вот. Очень благодатно я одной празе, которую пронесла вообще сквозь весь бизнес и сквозь всю жизнь дальше буду вести. Когда пронесла в Крапкин, застав меня в таком вот расстроенном состоянии, да, когда ты вообще не знаешь, куда бежать, за кого куда, за что хвататься, и как это все обживаться надо, еще и жить надо. Ну, как бы между бизнесом. Еще и семья есть, и дети, и все, и все, и все, и все. Так вот мне сказал такую вещь. Когда я стояла в офисе над своим ежедневником. Он говорит, ну что ты там переживаешь? Ну вот я начала ему рассказать, как я ничего не спеваю. И как вот у меня тут сбилось, тут нарушилось, тут там не так. И от этого дискомфорт. Были в этом состоянии? Так вот он мне этот дискомфорт убрал одну и три фразы. Он мне сказал такую вещь. Ты что думаешь? Планы существуют для того, чтобы его выполнять? Ну а как? Планы, девочка, существуют для того, чтобы их корректировать. Вот не получается у тебя что-то. Это нормальный процесс коррекции. И вот он говорит вам, запиши себе и запомни план. Не для того, чтобы ты его выполняла. Ну то есть вот как наметила себе и тебе плохо от того, чтобы ты там не успела в 15 минут. План существует для того, чтобы ты его корректировала постоянно. Да? Ну и постоянно была в движении и шла таким, да? Так вот сегодня я с вами буду говорить как практик о том, как я лично понимаю и воспринимаю эту тему. И скажем так, расскажу о моем успешном путешественном времени. Лично мое отношение к таймингу. И я считаю так, что говорить о тайминге в отрыве от главного, мы сейчас сами об этом главном поговорим, это вообще бесполезно. Вот я вам сейчас расскажу по-научному красиво, как это все делается. Знаете, как вот на тренингах, на лекциях, которые мы миллион нашли, попадая в менеджменты. И у вас это не сработает. Вот если вы отдельно научите все хорошо планировать, вы не будете никогда опаздывать, вы будете все, что наметили, успевать. Но при этом не будет у вас главного, все равно ничего получится. Но точнее вы не получите того, что нужно вам. Да? Поэтому давайте... Так, у нас можно... Следующий слайд. Ну, второй. Вот так уже. Вот так уже. Да, вот это второй. И я вот так. И так. Поэтому мы сейчас с вами о маме поговорим о всем этом. Мы с вами поговорим. Что применяю я? Я применяю блокмад. Для чего и зачем? Особенно для тех, кто никак не может весь валдел расставить правильно по местам по времени. Что делаю я всегда? Где бы я ни была. За компьютером ли я на встрече. У меня всегда есть такое местечко, блокнот, листок какой-нибудь там. Вот все что угодно. Куда я могу просто записать пришедшую голову идею. Понимаете? Вот когда... Я не сразу все пишу в режиме. Не сразу все расписываю по времени. Сначала на меня вот сыпется какой-то поток информации вам каких-то дел. Да? И сначала мысли какие-то приходят. Надо вот это сделать. Надо вот это сделать. Вот у кого сегодня на семинаре уже такой листочек образовался отдельный. Ой, вот это надо. Вот это надо. Я сделаю снять и уже вал пошел это. Вот теперь этот вал надо поставить на места так, чтобы он у вас не отнял время и не понизил товарооборот, а чтобы он вам дал время и повысил товарооборот. Понимаете? Потому что это очень большая глупость. Сесть и начать делать что-то, оставив при этом основную работу. Понимаете? То есть у вас ваша цель не будет достигнута тогда, когда нужно вам оборудование. Итак, все мысли накидываю туда вот на этот временный носитель. Скажем так, куда вам удобно, потому что вообще у вас электроны двигают в окно. Так делаю я до сих пор. Листочек этот всегда рядом. Я накидала туда, прислал текущих дел всех идей, да? И уже потом я беру этот листок и начинаю анализировать, да? Что, куда, когда мне поставить. И еще я каждое дело анализирую с точки зрения срочно, не срочно, важно, не важно. Вот об этом мы чуть-чуть с вами потом поговорим. Вот этот свод анализ, как его делать. И уже потом я переношу в ежедневник, потому что второй мой инструмент – это ежедневник. То есть он у меня в бумажном виде. Я его очень люблю. Очень интересно к нему отношусь. Это мой самый надежный партнер по бизнесу. Вот я именно так. Он у меня как живой человек, я с ним разговариваю. Вот. Я постоянно из него вычеркиваю все сделанные дела. Кто вычеркивает? Вот у меня, знаете, да? То есть смотришь вперед на две недели, все расписано. Смотришь назад, но весь ежедневник. Все вы перечеркнуто. Самые классные дни – это когда перечеркнуто вот так. Ну. Перед нами, Саша, все дела зачеркнуты, и потом еще вот так перечеркнуты. То есть вот все отсюда перенесла, все отсюда сделала. Я вообще не могу без этого работать. У меня вот так вот все. Изначально вся работа построена. Мне это это меркает, мне это помогает. Понимаете? У меня это все по полочкам, вот еще в дворе раскладывает. Меня это движет вперед. Поэтому это очень-очень сильный инструмент для меня. Вот. Поэтому мы с моим ежедневником ведем бизнес-местинг. И с чего я начинала? Сначала можно… Следующий слайд. А, наверное, там ручки нет. Его поменяли немножечко. Да. Тогда тут будет. Мои фишки введения ежедневных. Когда начинала я со школьного ежедневника, вы все знаете, что мы ежедневки разговариваем, да? То есть вот я своим новичкам тоже всем советую. Им сложно очень брать сразу ежедневник большой, расписанный по странице, датированный. Почему? Потому что он у них остается густым, и они это чувствуют потом. И зачем он у них? Все перестают завестить. А новым активным партнерам, естественно, не просто зарегистрировавшие все люди, да, а, естественно, те, кто уже пришли, с кем-то определенной договоренности, естественно, и всех подсаживаем ежедневники. Ну, я не знаю, как у вас? У вас все приходят люди, которые уже ведут ежедневники по ежедневникам живут? У меня тоже никто. Представляете? Что за народ, а? Но потом я же Астамас помнила, я же тоже начала по школьному дневнику. Так вот легче всего им начинать форму школьного дневника. Вот. Второй момент, когда это важно, да? Уже потом постепенно он перейдет на ежедневные датированные перейдет, да? Ну, и телефон. Не буду на этом долго останавливаться. Сейчас абсолютно все технические моменты можно вести через телефон. То есть и, ну, через планшет, через, ну, через ноутбук не будешь с тобой всегда носить, да? Легко-планшет маленький, удобный, либо телефон, там есть и записки. И можно скачать ежедневник любой. То есть это все можно делать электронным людям. Теперь о главных, да? Вопрос нам такой. Вот даже если вы будете все правильно расписывать, как вы думаете, без чего все это не работает? Подумайте, пожалуйста, без чего все это не работает, даже если вы будете классно расписывать и здесь еще еще. Жизнь у нас вообще с вами сплошной с бутырными временем. Сплошной, да? Мы так или иначе, сама каждая свою минуту планируем, а подумывая, пойти, не пойти, как пойти там, ну, вот каждую минуту, ну, что ты себе по времени планируешь. И знаете, тут самое главное не забыть о главном. Я вам сейчас хочу вот что сказать. Я думаю, что после первых двух дней вы все очень оценили, и еще раз вам об этом напомню. Сегодня очень много об этом говорилось уже сегодня, и вчера, и позвчера. Вы оцените уже самое главное. Не забудьте, что вы уже вызваны. Что вы уже не работаете на дядю, на государство. Понимаете? Что вы уже ведете свой бизнес, уже работаете на себя. И второй вопрос, главное, ради чего вы все это делаете? Да? Обычное, нормальное человеческое счастье. Ведь это для нас самая главная цель. Да? Мы для этого бизнес, собственно, приходили, начинали, задевали. Да? А человеческое счастье состоит из самых простых человеческих вещей, для которых нужна семья, нужно время, нужно служить бизнес, приносящий время и деньги. Понимаете? Что вот это вот все у вас вместе успешно выросло. Поэтому, чтобы все усевать, надо подумать, что именно выходить от жизни. Зачем я это делаю? Что я получу? Когда я буду делать вот это, вот это и вот это, да? Так вот, вот к этому у нас очень хорошо научена Марина Егорович. Потому что всегда, где бы, что бы она ни говорила, ни проводила, встреча ли это, не знаю, школа ли это, у нее всегда главный вопрос и главная тема – зачем? Понимаете? Уже она повторяла, наверное, это столько раз, что это слово с ней просто отзывается. Вот Марина – это сплошное слово. Зачем? Ради чего ты это делаешь? Постоянно всегда это делаешь. Поэтому я не сразу это воспринимала, но волей-не-волей, да? Даже на моем примере, если очень часто повторяюсь, тогда будет для Бога. Вот. Поэтому это очень-очень важно. Какая ваша главная цель? Если у вас есть четкая, если есть разбросанность у вас в этом, вот больше то, что мне сейчас об этом с вами буду говорить, то мне вас жалко, честно. Если у вас есть ваша глобальная цель, то я за вас спокойно. Вы тогда и сами будут справиться с целью всех своих достигнителей. Поэтому вот это вот очень важно. Есть, знаете, такой вот простой бабушный метод, как же научиться действовать эффективно. Понимаете? Потому что эффективный грамент – это именно делать главные вещи все основное время. Делать главные вещи, которые приведут к тебя к успеху, к результату твоему. Которые будут расти тебе бизнес, лидеров, товарооборот. И не делать всю остальную фигню, которую можно не делать. Вот что самое главное – разобраться во всем этом. Понимаете? Не как это все просто во время не расписать. А как научиться чувствовать, что делать, и что я должен сделать именно я. Что вообще не делать. Что на другого себе поручить. Понимаете? И что приведет вас к вашей главной цели, если она вообще у вас есть. Какое сформулировать. Я признаюсь честно, у меня всегда велики идут по жизни цели материальные. Ну вот я по материальности. Кому из вас очень хочется, ну, какую-то недвиженность? Получится слое жизни? У кого это хочется? У кого это цель? Кто откладывает на нее деньги? Конкретно. Уже много значит. Кого это движет? Идет этим, да? Вот. И есть вот такой вот именно бабушки метод. Простой, да? Можете так написать. Бабушки метод. Если вы в течение дня будете 50 раз задавать себе вопрос зачем. Перед каждым своим действием. Знаете, вот как масло это ваше происходит. Вот заходи и что-то сделай. Зачем я это делаю? Вот это точно оно мне надо? Вот зачем я тебе вот на следующей неделе вот это планировала? Может я вообще не то планировала? Зачем если на следующую неделю, на две недели вот это все расписала? Может я не то делаю? Очень часто люди сделают такую ошибку. Они слышат, как делают. Берутся за какие-то методы. Знаете, как тюкуются в одно и то же. И дальше, как шоры себе поставили. Никого не вижу. Я сама такая жду. Никого не вижу. Никого не слышу. И... Фига. Куда? Зачем? Столько времени вбухиваю. Понимаете? Вот не задаешь себе этот вопрос зачем. Вот это та самая ошибка, которая съедает прекрасное время. Она съедает годы. Иногда. Недохождение. Недостижение своей цели. А если вы будете, как манту, каждую минуту задавать себе этот вопрос зачем я это делаю. То ваше структурирование времени в том, чтобы станет на самом деле более эффективным. А еще знаете вы что поймете? Вы поймете такую вещь. Что вот эти, вот эти, вот эти проблемы. По сути вы сами себе зуды. А если мне это не надо, то нет проблем. Понимаете сколько освобождается сразу время, силы в мозгах, в голове, когда ты начинаешь действительно об этом думать. Я не говорю, что это легко. Ну так вот научиться думать. Но я говорю, что это возможно. Это можно учиться практически каждый разумный человек. Потому что наши мысли это та вещь, которую полностью можем научиться управлять. Однозначно точно. Поэтому вам лучше всего именно это запомнить из моего выступления. Как молитву и как алгоритм применять. Это реально из области секретов. Как успешно достигать своего успеха, удовольствия, гармонии, благополучия. И вообще наслаждаются жизнью после этого. Это действительно вот тот самый секрет. Далее. Давайте быть более разумными. Всегда помните о самых главных вещах. Поэтому мой анализ. Мой, так сказать, такой вот спот-анализ. Мои наблюдения. Я их вам сейчас озвучу. Для кого-то это будет сейчас радостно. А кто-то может быть, а он сейчас станет грустным. Я хочу вам сказать такую вещь. И хочу, чтобы это был второй момент, который вы внесли из моего выступления. Потому что, собственно, третий момент он очень вырос. Вот. Второй момент вот такой. Знаете, я наблюдала за очень многими людьми. Постараюсь ничего слышать. Одно и то же время в бизнесе человек. Ну, разно и то же время, да? Одно и то же время в бизнесе. В принципе, у них одинаковые рубрии. В карьере. Они зарабатывают одни и те же деньги. Ну, реально. Насчет вам. Но. У кого-то за это время, на этом уровне, с этими деньгами нет материального ничего. Не купил квартиру. Нет машины. Не манчился. Ну, там, боюсь водителя или все, что там ходит. Нет дачи. Нет большого качества граничных путешествий. Нет. Куда ушли деньги? Как? Куда это все? И у другого человека, который рядом, он на таком же уровне зачастую меньше. Понимаете? Он не старший золотой золотой. У него зачастую больше детей. Больше проблем. Меньше мужей там. Но. За это же самое время, на этом же уровне, с этими же деньгами близко. У него есть квартира, машина, дача. Все есть. Другой город переехал. Цель отца осуществил. Вообще по другому можно. Почему? Папа. Никогда с ним не задавались вопросы. В черточку вообще? В черточке? Да потому что один себе ставил эту зелью сразу. И он все туда, туда, каждую копеечку откладывал. Он шел. Он с этим жил. А другой, он мог бы это сделать, но он почему-то решил, что… Ну есть среди вас такие, которые я не говорю сейчас. Во время его выступления, после его выступления. Но раньше когда-то думали, что… Ну блин, мы квартиру в другом городе. Мы точно какие деньги стоят. Я когда-нибудь потом начну себе это планировать. Я сначала на уровне какой-то выйду. Был такой? Я вас очень прошу, расстаньтесь с этим быстрее. Посмотрите на проблему к другому. Кто считает сложным купить себе участок и поставить на нем дом? Вот для кого это считается сложным, сейчас надо планировать вообще нереальные возможности. Кто так считает? А я вам скажу, что участок Тульской области шикарный, 25 соток стоит 500 тысяч рублей. 500 тысяч рублей можно купить за год и два? Даже если вы вообще не знаете, в каком уровне начальник бизнеса. Это можно сделать. Почему я вас послала в Тульской области? Да вы начнете с Тульской области. Вы купите там себе участок земли, 25 соток за 500 тысяч рублей. Пусть он будет у вас. Понимаете, какое состояние другое? Я состоялся в бизнесе, у меня уже земля своя, у меня для них пустоту это, извините, не у меня это все прорабатывает, у меня это есть. Так вот, я считаю вот это самым-самым главным, вот этого я считаю главным в вашем движении ведений. Поэтому, огромное количество наблюдений у меня и таких это людей. Я себя отношу четко в категории тех людей, которые изначально видели цель, и как только была достигнута первая цель, поставлена вторая, третья, четвертая. Поэтому, я настолько чувствую, что я древлей именно как бизнесом, в реальном плане взяла все, что я хотела больше, именно благодаря вот этому качеству. Понимаете? Потому что, уже ни одна недвижимость, ни две, ни три, куплена, построена, сделана. Вот, сейчас я сейчас еще одна. Самая, самая лучшая. Так. И, еще бы я хотела вам сказать напоследок, третье, да, вот третье, что вы хочу еще, чтобы вынесли из моего выступления. Первое вспомнили? Да. Второе еще помните? Да. Да? То есть, ради чего, да? Потому что, откладывание денег, даже на любую самую большую цель, это действительно вам поможет ваше время правильно спонировать. и теперь самое главное. Я не помню на каком слайде, но, в принципе, нормально. Здесь тоже об этом есть, да? В любом бизнесе есть две фазы в построении нашего бизнеса. Это есть фаза рывок, такой, знаете, форсаж. Когда надо быстро сделать результат, ну, то есть, вот именно когда, и потом уже есть такая более спокойная фаза ведения бизнеса. Причем они чередуются. То есть, у вас это не значит, что вы однажды сделали рывок какой-то, форсаж и все, и потом вы только ведете бизнес. Вы в любой момент можете принять решение, что у меня следующий форсаж, следующий вот такой вот рывок, да? И в то и другое время уметь планировать время, это, конечно, очень-очень важно, но очень многие попадаются в такую ловушку. Когда они планируют кучу всяких, казалось бы, важных дел, они у них занимают очень много времени, они все так красиво расписывают к ежедневнику, все делают, все вовремя, везде успевают. Ну, что-то как-то ни уровень, ни зрание, ни цели материальные не достигаются, ни команда, ни опыта не растет, ну, как-то вот что-то. Ловушка такая, чтобы ваш бизнес рос как бизнес, что самое главное должно быть в нем налажено и на какой процесс ваш личный или командный должно уходить в 80% времени. Вот что всегда анализируйте. Если 80% вашего рабочего времени уходит на рекрутирование, и 80% вашего времени работы в вашей командный бизнес уходит на рекрутирование, тогда вы конкретно будете расти. Если нет, то нет. потому что поверьте, что все это одно можно уложить в остальные 20-10% времени. И все школы, да, то есть если, как бы уже говорить о планировании времени, да, если говорить о ежедневнике, то записать туда все мероприятия наши, мероприятия спонсора, спланировать все свои мероприятия, это все за 10 минут времени, за 20 можно уложить. Самое главное – понять вот что. Особенно после сегодняшнего дня и этих трех дней, я думаю, что у вас у всех будет такая некая предъяска даже метод рекрутирования своих. Появилось у кого-то желание что-то подкорректировать, начать что-то новое, попробовать, да? Я думаю, что сильно появилось такое желание. Так вот, запомните, я не буду говорить про методы рекрутирования вообще, но я скажу главное, что метод рекрутирования у вас в любом случае должно быть два главных. Один – вспомогательный. Лично, ваш. Какими рекрутируете вы? Вот у вас должен быть ваш основной любимый метод и второй любимый, потому что ну одним никак не обойдешься, да? Т.е. вот поймите, какие ваши личные два главных метода рекрутирования и берите еще третий какой-то вспомогательный, дополнительный для себя, чтобы, знаете, как вот фишку все равно из него брать, где использовать. Какие? Работают все. Сами знаете, прекрасно. И следующий момент. Помните всегда о том, что когда к вам приходят ваши новички, ваши люди, вы через вебинары, через школы, лично, но вы должны каждому человеку предоставить весь спектр, понимаете, методов рекрутирования. И он должен выбрать сам, что комфортно ему. То есть вся ваша структура не должна ни в коем случае работать только так, как вы. Я так пробовала много раз. Все равно это потом расползется и это неправильный подход. Каждый человек индивидуально, он должен работать так, как чувствует он, понимаете? Вот к чему у него душа лежит. Поэтому ваша цель предоставить ему выбор, чтобы вот и в идеале, конечно, чтобы он от разных людей, которые разными методами работают, слышал эти методы и сам вам выбрать, как вы сегодня. О! Мне вот это нравится. Ой, я вот так вот хочу. И потом планируйте все свои дела задавать себе именно такой вот вопрос. Как сделать так, чтобы у вас именно эффективное рекрутирование было? Чтобы именно только на рекрутирование все ваше время было направлено? И еще один момент скажу, что во время рекрутирования, лично вы, как эффективный лидер, да, иногда вы должны просто это чувствовать. Что вам надо сконцентрироваться и что ваше, ну, слайд уже пролистались, девочки, да, что ваше самое главное влияние, самый главный момент за день. Это может быть всего лишь 10% этого времени за день, но он будет очень важен. И вот вы должны чувствовать, что именно вот эта встреча, именно вот этот разговор с этим человеком, вы должны всем реализоваться, да, и выдать, скажем, самое лучшее, что вы можете выдать именно вот в ближайшие вот эти 10, 15, 20 минут. А здесь остальной день это просто вот может быть, ну, как бы, да, валом каких-то текущих дел. Но вы должны это чувствовать. И еще, если вы будете себе каждый раз к чему-то, вот на планированные дела выполняя, да, и приступая каждый раз к какому-то делу, если вы будете себе давать минуту, вот какой-то, идя даже к чему-то определенный настрой, вы будете себя спрашивать, что я хочу от этой встречи получить сейчас. И мгновенно в голове проигрывает положительный сценарий. Сейчас все пройдет у меня вот так, вот так, вот так, и я от этой встречи хочу получить что? Понимаете? Классного заинтересованного человека, да, то есть классного консультанта или лидера своей команды. Так вы и идите всю эту встречу к этой цели. Понимаете? Вот. Ну и немножечко не успела я просто по времени рассказать вам то, что в принципе я особенно и не считаю таким уж важным, хотя, может быть, это важно, так называемый свод-анализ, да. Свод-анализ любых дел. Что это такое? Это когда вы умеете любые дела просто анализировать по своей важности, неважности, срочности, несрочности. Об этом очень много информации в интернете, в частности, вы можете найти. Этому очень легко научиться, это действительно важно понять, какие дела нужно делать самому, какие дела нужно поручать. Вы должны делать только самое важное, что вас ведет к перестроению бизнеса, увеличение товара ворота, как вы делаете. Понимаете? Все остальное проанализировать. Какие дела можно не делать вообще? Вообще не делать. Поверьте, ничего от этого не будет. Только бизнес будет лучше. Вот удивительно, но это я себе сделаю открытие. Лучше вообще ничего не делать из некоторых дел. Представляете, как это сложно уметь отбросить? Это самая главная фишка из этого свод-анализа. Найти те дела, которые вы тратите кучу времени, которые вообще делать не надо. И вы боитесь, что, окей, если я этого делать не буду, у меня сейчас весь бизнес там как-то будет не так. Наоборот. Но если вы их делать не будете, у вас все классно еще лучше пойдет. Потому что вы себе это все время не так главное. И вторая фишка, да, это свод-анализа. Понять, какие дела только поручать. То есть ваша задача как лидера научиться к тому, чтобы любые мероприятия, вообще все, что делается, чтобы вы ничего не делали. Вы ничего делать не должны. Вы должны налаживать системы, налаживать процессы, иметь видение, куда вы идете, воодушевлять, вдохновлять людей. Вы должны делать все руками своих людей. Вы должны только поручать. Найти в своей команде того человека, кому что поручить и как ему это так сказать, чтобы он прям был счастлив от того, что вы это поручили и у него выросла самооценка и так далее. У вас все будет шуршать, все будет делаться чужими руками, вы будете только ходить и любовать. Вот это я, это как я воспринимаю, вот этот вот свод-анализ, чему это легко учит, вот эта вот матрица Эверхаура, да. Поэтому это в принципе все, о чем я вам хотела рассказать сегодня. Очень хочется, чтобы вы себе эти моменты выделили, запомнили, держали в голове и обязательно пользовались этим. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.